Ах, ребята, еще недавно с девушкой расстался, кстати. Почему-то парень похлопал. Наконец-то! В общем, расстался с девушкой недавно. Ну, я на самом деле очень эмоциональный парень, я очень эмоциональный парень. И я недавно, в общем, зашел в Инстаграм, захожу в сториз. Там сториз моей бывшей. И, значит, у него там фотка, где она с каким-то парнем, и смайлик-сердечко. И мы расстались достаточно давно, по моей инициативе, у меня нет никаких чувств. Но в тот момент я подумал... Ебать! Ну, что, блядь, трахаетесь? Ну, я начал накручивать, прикиньте, я прям начал накручивать, я думал об этом полдня. Я заходил еще раз посмотреть на сториз, я не знаю, зачем мы это делаем. Мы заходим еще раз. Как-то, может, пыталась оправдать себя. Да, может, эта подруга некрасивая с бродой, хуй знает, ну, возможно, все может быть. И потом я посмотрел еще раз и вспомнил, что это ее брат. Я такой, а, блин, точно, это же ее брат. Но я все равно очень эмоциональный, и через секунду я уже думал... Так ты что, с братом трахаешься? Ты что? Еще и к брату ушла. Я еще не любил, когда моя бывшая девушка ставила мне засосы. Ох, бля, ребята, это вырежем, давайте это проебал шутку. Я еще не любил... В общем, я не любил, когда моя девушка ставила засосы, потому что потом гуляешь с друзьями, и все на их шею пялятся. Ну, неприятно. Какая ваша реакция, в принципе, на эту шутку. Короче, вот что... Паплодируйте, кто знает, что такое засосы. Может, в этом проблема... Короче, вот что мне... Вот в чем их самая главная проблема. Я вам объясню, в чем самая главная проблема засосов. Я не знаю, как реагировать, когда, ну, я выхожу в люди с ними. Потому что каждый раз, когда я выхожу с чем-то таким на шее, каждый мой знакомый считает своим долгом спросить... Опа, ебать! Опа! А кто там тебя так обсосал? Ну, как им отвечать? Я не знаю. Ну, как, типа, отрицать, отмазываться, типа... Не-не, ничего такого, ничего такого. Просто устроился тестировщиком пистолетов на присосках. Ничего... Ничего такого. Или наоборот, дать им агрессивно-положительный ответ. Может, они этого хотят? Может, они хотят агрессивный ответ? Типа, да, я так трахал тёлку, что она перепутала, где хуйня моя шея? Ну... Я не знаю. Поэтому я пытаюсь просто слиться с темы, знаете. Пытаюсь просто сделать вид, будто этого не было. Типа, шо там вчера? Бурная мочка? На тырыш-пырыш, пёхем-дрёхем. Я такой, дед, давай, мы просто покажем, как отправлять смс-ки. И мы покончим с этим. Да, в общем, расстался с девушкой. И, знаете, у меня сейчас такой период... Не особо хочется отношений. Знаете, мы очень долго встречались. И не особо хочется отношений... Знаете, у меня сейчас такой период. Мне девушек нужен только секс. И чисто по жизненной позиции своей я мачо, правильно? Ну, согласитесь, что чисто позиция у меня охереть какая мужская. Но чисто позиция мачо. Только я не трахаюсь ни хера. Ну, это обидно, потому что, по-моему, это главная фишка мачо. Трахаться, правильно? Но я этого не делаю. Я вам объясню. Я просто по психотипу совсем не мачо. Я же говорил, что я эмоциональный, да? Я вообще... Ну, знаете, есть же вот эти мужики, которые берут женщину и тащат в пещеру. Ну, я такой чувак. Я беру женщину, тащу в пещеру, показываю и наскальные рисунки, блядь. Понимаете? Ну, таким занимаемся. У меня есть... Я уверен, есть здесь такие парни, да? С нами не трахаются, с нами под вино пиздят. Вот что... Вот что с нами делают. Ну, реально, у меня есть куча историй от моих друзей, которые рассказывают, что у них было первое свидание, не предложили секса, случился секс. Я не знаю, как у них получается. Как у них получается так искусно пиздеть? Нет, ну, я не могу понять. Потому что, по-моему, это миф. По-моему, не бывает такого, что девушка сразу соглашается. Вы видели все эти фильмы, где главный герой Альфа-самец, и в каком-то обычном разговоре с девушкой наставляет фразу «Может, переспим?» Там склейка, и они уже раздеваются. Ну так, бля... Нас наебывают. Там отказ стопудово. Он трахается с мужчиной в зеленом обтягивающем костюме, на хромаке постреляет женщину. Вот что... Вот что происходит. Я вам сейчас расскажу историю, которая максимально иллюстрирует, почему я не пользуюсь популярностью у девушек. В общем, почему мне не дают. Мы, значит, я недавно с одной девушкой, просто какая-то подруга... С одной девушкой, в общем, провели всю ночь. Представляете? Всю ночь мы были вместе. Вечером мы пошли в кальянную, выпили, а потом я ее повел, внимание, в антикафе, блядь. В антикафе... Прикиньте. Ну, а я знаю, что антикафе значит антисекс. Я знаю эту форму. Просто так получилось. Оказались в антикафе. Ну, я, знаете, я вот такой мальчик. Типа, у меня девушка во время сайта спросит, может, на старе? Я такой, ну, бля, монополия, так монополия, погнали. Почему? Почему нет? Короче, нормально, в карты поиграли. В домино раскинули. Но по итогу я ее выебал при разов антикафе. В Мартл Комбат. Как я, да? Хотя, блин, слушайте, я и там ей намекал, как мог. Ну, я и там ей намекал, даже в игре намекал. Я, знаете, я бил ее только с приседи, максимально указывал на гениталии, но она еще не поняла. Каждый раз, когда выигрывал, кричал, «Да, сосай!» Она не выкупила. Хотя, там был принудительный характер. Блин, сложно, реально. Я общаюсь с каким-то девушками просто, я вообще это сложно, потому что, блин, я еще заметил, что вам же девушкам нужна вот эта иллюзия, что ты не хочешь секса, да? Ну, что просто в какой-то момент между вами магия произошла. Так это не магия нихера. Ну, все эти истории, где, ой, мы гуляли по городу, пошел дождь, мне дал свой зонтик, потом зашли к нему, и там все так случилось, как романтично. Нет. Я выстекаю прогнозы погоды, блядь, понимаете? Чтобы был весомый повод зайти домой. У парней все предусмотрено, абсолютно все. Я теперь, исходя из этой тактики, немного оправдываю себя. Я теперь думаю, что это не мне не дают девушке, это я не даю девушке. Специально. У меня план такой. Мы заходим ко мне домой, это все готово, фильм, вино, мы не трахаемся. И девушка такая, ого! Ооо, какой хороший парень. Я так со многими девушками делаю. Я, слушайте, слушайте, я верю. Я верю, что каждый раз, когда я не трахаюсь с какой-то девушкой, мне накапливаются какие-то бонусы, знаете? На какую-то мою бонусную секс-карту. И когда-то мне хватит на реально крутой секс. Я с одной девушкой настолько долго просто так общаюсь, мне кажется, я уже ей могу насрать на грудь. Но я не знаю, когда это можно сделать. Прикольно, что я потёр грудь. Все это и шутки. Да, я сейчас с бывшей не особо общаюсь. Но мне недавно написала бывшая, прикиньте. Недавно написала бывшая. Написала, Дим, привет. У меня друг повесился. Уже добрый вечер, блядь. Ну, это что такое? Ну, слишком резкий переход между фразами. Я думаю, блядь, ну встань что-то промежуточное между ними. Как-то взрывать. Типа, помню, ты Линкен Парк слушал. Помнишь Честера? Ну, это ужас. Короче, реально оказалось. Она говорит, у меня друг повесился. Можешь, типа, приехать ко мне меня поддержать. Ну, а я знаю, что я людей не умею поддерживать в принципе. Ещё и в таких ситуациях. Ну, я уже, я это делаю как умственно отсталые, блядь. Понимаете? Ну, я уже представлял этот разговор, что мы встретимся. И я такой, да. Да всё хорошо будет. Чё ты? Чё ты? Ну, не ты ж повесилась. Чё ты? Чё ты начинаешь? Она ещё переехала в другую квартиру. Я к ней захожу домой, снимаю куртку и такой. А где у тебя вешалка? А, блядь. Точно. Я понимаю, что, возможно, для некоторых шутки жёсткие. Но, и поймите меня, я этого чувака не знаю абсолютно. Ну, может, я хреновый человек, но я не испытал особых эмоций по отношению к этому случаю. Но всё же мы встретились с моей бывшей девушкой, и она мне сказала такую фразу, которая действительно заставила меня задуматься. Она мне сказала, знаешь, Дим, в такие моменты начинаешь понимать, насколько коротка жизнь. И что нужно оценить каждый момент, каждую секунду, каждую минуту. И я такой, блин, действительно. А нахуй я сюда полтора часа на метро? Трачу много ценное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА